здравствуйте это очередной выпуск программы гусь студии на народном телевидении мордовии я сегодня его начну необычным образом с воспоминаний о личном у меня в руках пояс спортивный пояс мой пояс когда-то очень давно студенческие годы я решил заниматься культуризмом так это называлось из достаточно худого дрыща решил сделать себя арнольдом шварцдеггером и ребята тогда друзья подарили мне вот эту штуку она замечательна тем что очень хорошо фиксирует позвоночник позволяет при работе со всякими штангами тяжестями фиксировать свое положение тела не срываться не травмироваться ну и я занимался сам по себе с переменным успехом но однажды по моему в во дворце водных видов спорта который напротив центрального рынка попал на тренировку серьезных спортсменов и их тренеров невысокий такой крепкий мужчина почему-то стал ко мне внимательно приглядываться подошел посмотрел на мои дергания и потом своим подопечным громко так сказал смотрите вот именно такое снаряжение надо использовать при нормальных тренировках ну или может быть что-то подобное точно я не могу уже сказать как это прозвучало и вы знаете вот эта короткая реплика стала для меня настолько мощным стимулом для занятий я действительно несколько лет занимался атлетической гимнастикой по разному с разным успехом но добился главного очаровал самую замечательную девушку в моей жизни и вот уже 25 лет нас счастливая любящая друг друга семья это разве не результат а теперь про мою работу который я очень люблю хотя бы потому что она дает мне возможность однажды сказать слова благодарности людям которые в свое время сделали что-то хорошее и такая возможность сегодня у меня тоже есть студии народного телевидения мордовия я с удовольствием представляю александра борисовича холопова заслуженный тренер россии главный тренер сборной команды республики мордовия по пауэрлифтингу заслуженный работник физкультуры и спорта республики мордовия здравствуйте здравствуйте уважаемый александр борисович очень рад что наконец-то есть возможность видеть сегодня у вас в гостях в наших стенах общаться и я уверен что разговор будет очень интересный начнем наверное с самого простого элементарного пауэрлифтинг сейчас уже многие знают что это такое пауэрлифтинг это повер это сила лифтинг в движении то есть сила в движении а раньше когда начиналось а начиналось это в мордовии тысячи где-то в конец восьмидесятых годов если быть точным то наверное первые какие-то чемпионаты ну такие да там трудно было сказать что это пауэрлифтинг еще силовой трайборь где 1989 год такой был вот но силовой трайборь и по-русски говорят силовой трайборь и для многих ну не для многих сейчас уже это на слуху пауэрлифтинг и силовой трайборь уже ушло на второй план будем так Но, тем не менее, некоторые говорят еще до сих пор, что силовое троеборье. Силовое троеборье – это три вида упражнений со штангой. Первое движение – это приседания со штангой на плечах. Три попытки даются спортсменам для исполнения этого движения. Все по три попытки. Далее жим лежа на горизонтальной скамейке. Тоже три попытки. И третье упражнение, заключительное – это стану и тяга. Тоже три попытки. Но вот сами эти движения говорят о том, что это вид спорта, который показывает, максимально показывает развитие силовых качеств человека. То есть приседания – это ноги, спина, жим лежа – это верхний плечевой пояс, грудь, руки и все такое. Ну и тяга, там спина, естественно, и ноги опять же. В каком виде спорта можно проследить вот такое? Я не вижу таких видов спорта. Если брать, я не принижаю достоинства тяжелоатлетики классической, где рыбок-толчок, в рыбке и в толчке большую роль играют скоростные возможности человека. Что такое толчок? Это взятие штанги на грудь. Какие мышцы работают? Спина, ноги. Когда они берут в низкий сет, берут на грудь, встают и толкают вверх. Счет опять используется, с груди толчок. Ноги? Ноги. Все, руки только поддерживающий фактор исполняют. То есть косточка на косточке. И поэтому, например, верхний плечевой пояс у тяжелоатлетов хуже гораздо разве. Ну а где он? Не меняется у них нигде. Я не вижу ни в одном виде спорта, где бы, значит, сила проявлялась так, как в пауэрлифтинге. Ну, бодибилдинг там больше фигура, и они там, у них разные системы, в общем-то, вот, подготовки. У нас это, во-первых, демократичный. Во-вторых, там как и быстрый у нас атлет, так и не совсем быстрый, тягучий, будем говорить, там преуспевают. Вы же всю жизнь в этом, как я понимаю, верны этому направлению, виду спорта? Нет, это не совсем так. Нет? Нет? Один из самых моих любимых видов спорта – это легкая атлетика. Это моя, конечно. Я учился в 12-й школе, в 12-й школе, и начал заниматься, ну, в спортивной секции, где-то в 4-м классе. У нас был преподатель физкультуры, и мой первый, я считаю, первый мой тренер, Иван Феофанович. Николаев, он преподавал в школе физкультуру и вел секцию. Он, конечно, я ему благодарен, он вел там много у нас, больше даже ее назвать секцию нельзя было, легкая атлетика или какая-то, мне кажется, ОФП можно было назвать. Мы бегали, прыгали, играли в лапту там на стадионе, и мяч. Ну, в общем, он многое сделал для становления, для общей физической подготовки вот нас. Ну и, во-первых, я еще с измольства, тут и отец приложил руку, на лыжах ходили всегда там с ним и такое. Потом, для меня всегда был примером, мой двоюродный брат, который жил в Тольятти, он занимался многими, он на 10 лет старше меня. Он был такой подкачанный, фигурный, он никогда не занимался каким-то сугубо профессиональным каким-то одним видом спорта. Он играл хорошо, бегал, плавал хорошо, ну, такой всесторонний, но предпочтений к какому виду не отдавал, собственно говоря. Ну, и мне всегда было, я на него смотрел с восхищением, это был образец для меня. Вот, и поэтому я так вот, как бы в четвертого класса начал заниматься у Ивана Феофановича, и, значит, наверное, до девятого класса. Причем... Практически всю школу, да? Да, до четыр... Нет, в четвертом классе я уже прыгал за пять метров, в четвертом классе. Мне это нравилось, я был лидером, ну, в классе, в школе, это однозначно, в 12-й, там, близко даже, в классе не было никого. Причем в классе я был первый, а на втором месте бегала моя двоюродная сестра, учившаяся со мной. Мы с ней в один год родились, и в один день, кстати, 19 декабря. И были спортивными лидерами. Ну, она была спортивной, но до какого-то определенного времени, потом, как бы, наши пути в этом плане разошлись. Я был в спорте, как бы, всю жизнь она... Нет, не была, конечно, она только вот на физкультуре проявлял себя. Ну, надо отдать должность, что тут и гены тоже, наверное, играли роль какую-то. Первые соревнования свои, помню, ездили в Краснодар на пионерской четырехборе. Четырехборе? Да, четырехборе пионерской. Там, по-моему, мяч метали, прыгали в длину, 60 метров бежали, и еще что-то такое. Какой длинный бег какой-то, то ли 800, то ли 600, но не помню. Есть история о том, что и в роду у вас ваши предки были физически крепкими, мощными людьми. Какие-то легенды ходят. Расскажите об этом, если есть. Ну, во-первых, если брать вот даже отца моего, он спортом-то не занимался, собственникам. На лыжах ходил хорошо, с любой горы мог съехать, с любой. Он молодец в этом плане. Я иду до последнего буквально. Он, в общем-то, мы с ним ходили всегда. И он мне рассказывал, конечно, о своих родственниках, близких, о братьях. Были крепкие ребята, такие, как вот он говорил, там есть у нас родственник был, дядь Костин. Это знаю я его, значит, имя его. Он, в общем, в свое время работал на китобойной флотилии Алиут. И осели они, семья у него во Владивостоке. То есть наши корни там тоже есть, в Владивостоке. Вот я был в Владивостоке на чемпионате России, у нас был как чемпионат России на острове Русский. Ну, не было времени там что-то прозондировать, да и они уже далекие, навряд ли, может быть, как-то там их найти. Но, тем не менее, корни там и остались. Ну, это вот он, отец говорил, что он очень крепкий был, гири там поднимал очень хорошо, он невысокий был такой вообще-то. Но он рассказывал еще про своего прапрадеда. Тот вообще кулачный воец был. Ну, и там были такие нравы, конечно, там не то, что они там, это как сейчас, там, как это называется, октагоны, что ли, вот эти вот, где они там дерутся, ММ, вот эти всякие. Ну, я не скажу, вот он. Бои и без правил. Бои и без правил. Нет, ну, у них там другое было. Они там приезжали, например, два соперника, бросали жребий. Один удар кто-то должен был наносить, если выиграл жребий, по очереди. Например, выиграл, я говорю, что орел, и монетка показывал орел, я бью первый, там, скажем. А ежели тот выдержит, тот второй бьет, если выдержит. Ну, был такой случай, отец рассказывал, раньше Саранск, особенно тогда, в те далекие времена, когда вот были прадеды там и прапрадеды. Ну, что он был-то, сельскохозяйственный такой. Ну, да. Большая деревня, по большому счету. Большая деревня. И все работали в основном там на земле, в поле, и все. Говорит, приехал в Казань татарин, нашел вот этого прадеда моего или прапрадеда, не знаю точно, но отец рассказал, в поле. Бросили жребий, выпало первым бить татарину. Можно было бить чем угодно, только не ногами, руками, там, головой. И он, вот этот мой, значит, прапрадед, он знал, что вот он бьет, или ему кто-то говорил, что он бьет головой, солнечный сплетень, с разбега, там, разбежался. Ну, там вот этот дед прапрадед, напрягся, значит, и улетел, там, метров на семь, говорит. Он ударил его, все, очухался, отдышался. Теперь его очередь. Ну, разворачивается, бах, в челюсти, выворотил сколу, говорит, буквально. Это жестокие, конечно, драуты были. Простые. Погрузили в телегу, увезли, дальше судьба его неизвестна. Ну, не знаю, что Харусу, наверное, не было для него. Ну, вот такие вот дела. Но это просто на интерес, или там какие-то призы, награды? Наверное, на какие-то интересы. Просто так же, наверное, это тоже как-то, наверное, на интересы. Вероятно, да, да, да. Ну, а то, что касается еще таких спортсменов, таких явных-то не было у нас. У себя была большущая семья, было семь братьев, две сестры. Девять человек детей. Да. Они же саранские, чисто саранские были. Они буквально не из района, а чисто саранские были. И отец всегда говорил, говорит, ну, мы были, ну, такие, никогда там не участвовали никаких драк, таких вот, чтобы сами, сами. Ну, там когда-то, наверное, были стенка на стенку, это там по праздникам, это не то совсем. А то, чтобы хулиганили, вот там как-то нет. Ну, не дай бог, говорит, кто-нибудь, ежели, то все. Там, говорит, им не сдобровать. Выходили все семьи, да? Сами, говорит, ну, там футбольная команда, елки-палки. Отец никогда спортом не занимался, но, наверное, лет в 50 уголок на стульях делал. Два стула берет, уголок на прессу. Вот и все. В 50? В 50. Я-то позже делал, я-то в 70 делал. Уголок на полу делал. Но я-то занимался спортом, можно сказать, всю жизнь. Поэтому вот так. Вот. Пресс всегда был у отца хороший, но у меня тоже. Если вам фотографии посмотрите, видно, даже на фотографии. Вы сказали, что семья вся саранская. То есть вот из поколения в поколение. Отцовская семья. Отцовская семья. Но Холоповы, если доверять мнению ученых наших, там уже Воронина, Бахмустова, вообще утверждают, что Холоповы – это одна из первых фамилий, которая в составе казачьих подразделений стояла у основания крепости Саранск в 17 веке. До таких глубин не докопались? Нет подтверждения? Ну, это я слышал тоже. Бабушка моя, я ее не помню. Деда-то я помню своего. А бабушку не помню. Она была урожденной Чалова, по-моему, ей фамилия. Она тоже саранская. А вот мама у меня, она родилась, мне кажется, ну, насколько я знаю, в Бузулуке, но у них основное место проживания – это Самара была. И сейчас там многие живут в Тольятти, в Самаре, да. На Безымянке. Я и бывал там часто тоже. То есть контакты поддерживаются? У матери тоже семья достаточно большая. Три брата и две сестры. Три сестры. Два брата и три сестры. Ошибись. Какие все-таки семьи были большие? Семьи, да. Да, да, да. Причем такие. У меня же была по линии мамы, это ее мать, Анастасия Михайловна. Вот. Она с фамилией носила Николай, у нее фамилия была, да. И моя любимая бабуля была, бабушка. Можно сказать, она принимала очень большое, она приняла участие в моем воспитании. Очень. Мы с ней, она для меня была все. Родители, я мог с ней уезжать на полгода к тетке, к тете. Это как раз в Самару, да? В Уфу, нет, в Уфу. Тогда был просто у этой тети, у этой тети, у меня еще две тети, кроме матери, значит, и тетя Надя. Тетя Надя, муж был военный или летчик. И им приходилось передвигаться там по России, по Советскому Союзу. Ну и в Уфе долго они жили, мы в Уфе там с бабушкой были по полгода жили. Это я по ним помню капитально. Ну это еще до школы, наверное. Да, конечно. Мы потом ездили с ней на пароходе куда-то к сестре ее, там я даже не заволву, что ли, куда-то это воспоминание совсем далекого детства. Для меня она была все, бабуля. Ну прожила долгую жизнь, где-то под 90 лет умерла. Она была, ну такая, она была, можно сказать, безграмотная, может расписываться она только умела. Но была зато швея от Бога, причем никаких выкроек там, ничего. К ней приходили, шили, она там что-то раз, 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 и ходили соседи. И все получалось. И все получалось. Вот в чем дело. А, значит, три сестры, это моя мама, тетя Рита, тетя Надя, они были по-своему все чем-то наделены таким. Если тетя Надя готовила великолепно, но она не работала практически, потому что муж военный, приходилось передвигаться там часто. Готовила великолепно, я всегда к ним любил ездить, потом студент, когда был в школе учился там, студентом, они уже жили в Тольятти, и я туда каждый год, каждое лето. Там на Волге купались все. Ну, а тетя Рита шила, там она следовала, наверное, все-таки бабушкин вот эти вот. Но никто... Готовила капитально, а мать у меня мать, она как бы собрала и то, и другое, шила и готовила, и все, а какие пироги готовила, это вообще обалденно. Все вспоминают, кто еще живой, до сих пор вспоминают, какие там были пироги у матери моей, с мясом и все такое. Я жене говорю, а что не печешь пироги с мясом? Она испечет сладкие. Ну, и все такое. Я говорю, не-не-не, давай с мясом, как-то беляши, как-то сделала. Она говорит, беляши вредные там, потому что... Я говорю, да ладно, вредные. Зимой обычно сыновья приезжают тоже, бам, давай беляши, беляши. Ну, просто так. Как понимаю, с женской стороны, внимание к спорту, воспитанию вас, как спортсмена потенциального, это внимание не уделялось. Ну, я хороший сын был. Я не сомневаюсь. Александр Норисович, никаких сомнений. Я почему говорю, хороший, я не помню такого дня, даже уже, когда будучи там, ну, взрослым, когда там девушки были, чтобы я не ночевал дома. Потому что я знаю, что мать будет переживать, там все. Иногда приходил поздно, да, приходил поздно. Вот, прихожу, мать, конечно, переживает, а отец меня пальцем никогда не трогал. Не наказывал он ни ремнем, ничего. Мать бывала. Да. Бывала. Да. Мать иногда бывала. Она у меня так... А отец, отец, когда я приходил вот так, вот поздно, чуть не предупредив, но всегда ночевал в дом. Прихожу, и отец, матери, ну ты что, дай вози в этом тип таком. Но мать, сразу увидев меня, все уже, то... Ты шел живой, здоровый, слава богу. Раз пришел, все хорошо. Ну, в общем-то, я старался их не расстраивать ни того, ни другого. Я им благодарен. В общем, за все. Александр Борисович, но все-таки как нашли себя в спорте? Как у вас сложилось? Почему так? Ну, вот я уже сказал, до 9 класса, значит, у Ивана Феофановича мы там тренировались, а я уже прикипел к легкой атлетике. У меня это получалось. Я был, не хваляясь, хочу сказать, быстрее, быстрее, и дальше всех прыгал, и бегал быстрее всех. Ну, как-то все это уже было видно, что ли. Я приходил на стадион электропримитель, тогда был гаревый, дорожка там была еще, только поздевали. Вы примитель, это вот как раз на низах сейчас старт, сейчас на том месте, да? Да, я помню, когда его только сделали, этот электропримитель, он уже... Ничего себе! Он, там, дорожки гаревые были, причем хорошие гаревые дорожки, шипы были, чтобы бегать по ним, ну, сантиметр, наверное, чуть не три, ну, может, два с половиной. И, значит, там тренировалась сборная Мордовии. А возглавлял ее тогда, мне кажется, приглашали уже тогда тренера из Москвы. А Верин фамилия его 100%. Я сидел на трибуне, мне было это интересно. Я сидел и смотрел, как они бегают, как они прыгают, как они там общаются, разговаривают, какие-то профессиональные там. И все. И как-то сидел тоже так же. Идет Иван Феофанович, мой первый тренер. Иван Антонович Фатькин, который легендарная личность у нас тоже в легкой атлетике. Он был также преподавателем, только в девятой школе. И тренировал, тоже там сборников тренировал, те соревнования были в девятой школе. Коридор там на первом этаже 87 метров. Зимой там чемпионат Мордовии проводили, бег 60 метров. 87 метров коридор позволял там бежать 60 метров. Директор, он с ним в хороших отношениях был, тот на встречу шел. И он там, в общем, там был царь и бог Иван Антонович Фатькин. Вот они увидели меня там, что я сижу. Наверное, поняли, что мне это интересно. Иван Феофанович сказал, ну ты что, в легкой атлетике хочешь? И к Ивану Антоновичу меня передал. И с тех пор я был у Ивана Антоновича, Фатькина, на тренировке, в девятую школу ездил. Жили, жил в городке, улица Чайковска, недалеко от телецентра. Родители не знали даже, куда я ездил сначала. Почему? Да я не знаю, как-то не знаю. Может быть, мать волновалась. Я не помню, из-за чего. Хеты за пазуху зимой. В пальто зимнее. И туда. А девятая школа-то где там? За краеведческим музеем же? Сейчас-то его нет там. Но был. Вот девятая школа. Через весь город. Через весь город. А тогда не ходил транспорт, как сейчас. Я не помню, даже пехом как-то, наверное, ходил. Ну, в общем, так. Потом, ну, родители потом все-таки поняли, что там все. Ну, какие там условия были. Кажется, ни души, ничего не было. Ну, тренировки были хорошо. Были фанаты. Там у нас и все было. Там можно было метать в зале копье. Потому что сетку делали. Специально на копье, наконечник такой, чтобы не пробивать эту сетку. Метали копье. Прыгали в шестом в зале. Фатькин Иван Антонович все делал для того, чтобы было вот так. То есть это легендарная личность. И вообще он был, я хочу о нем немножко сказать. Он войну прошел. Потерял глаз. У него глаза одного не было. Стеклянный глаз. У него целая плеяда. Это легендарная личность. О нем, наверное, мало описано. Все-таки раньше своего времени умер. Ну, сейчас проводят мемориалы Фатькина. Вот такие. Помнят все-таки, да? Ну, помнят его, конечно. Там у него было много воспитников. Вот и все. Вот я у него занимался. Основная моя профессия в спорте, это в легкой атлетике, это прыжки длину было. Я прыгал. За 7 метров прыгал я там регулярно. За 7 метров? Конечно, за 7. Ну, и там я просто не хвалюсь, что родоначальник Фосбери Флопс прыжка в высоту спиной, это я. Потому что никто в 68-м, по-моему, там Дик Фосбери прыгал на Олимпиаде, выиграл. Ну, там уже поролон был. У нас поролонов не было. Летом прыгали на песок, зимой на маты, на обычный. Ничего себе. Сальто в длину. Ну, толкаешься одной ногой, переворачиваешься в воздухе и приземляешь. И первыми прыгали таким стилем шведские шестовики. Уж шестовики обладают хорошей акробатикой, им это надо, конечно. Ну, и все. Они попробовали, и у них как-то получилось, они там начали прыгать. У нас в России тоже немножко подхватили. Кто-то прыгал в Москве, но это все быстро прикрыли. Я тоже это подхватил и прыжал здесь у нас. Ну, а как легкий атлет поездил тут по России, там со сборной нашей Мордовии. Во многих городах был, и в Сибири, и в Омске. Это уже в студенчестве. Да, в Кургане. Но с девятого класса я был чемпионом Мордовии в прыжках в длину. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА